коллеги добрый день добрый день начнем занятие и сегодня занятие будет значительной степени практическим мы развернем простейшие веб-сервисы перед этим рассмотрим каким образом они работают как вообще устроен типичный веб-сервис запросы пользователей принимает фронт-энд в качестве него обычно выступает какой-либо и степи сервер случае и степи сервиса которых сейчас в дальнейшем пойдет речь которую задача которого принять запрос обработать его возможно обработать самостоятельно если он способен сделать например если запрос по каким-то простым критерием должен быть отвергнут или например нужно отдать статический файл веб-серверы на это способны либо переадресовать этот запрос приложению которое должно его обработать и вернуть соответствующий результат а веб-сервер соответственно должен отдать этот результат клиенту сервер приложений в такой ситуации содержит в себе логику обработки запросов и исходя из содержимого запроса и данных находящихся каком-либо хранилище например в революционной базе данных или в чем-то еще он этот запрос может согласно этой логике обработать и отдать ответ ну а база данных отвечает за хранение данных и эффективную работу с ними с ней взаимодействуют все инстанции сервера приложений при подобной архитектуре в качестве фронт-энда в нашем примере будет использоваться синхронные степи сервером джин x возможно кто-то из вас уже слышал о нем или например в курсе дискуссий о том что ранее был бывший до сих пор еще к сожалению остающийся очень популярный веб-сервер apache нждx часто противопоставляют люди ведут баталии регулярно переходя на лизе наличности и устраивая страшные холивары о том что лучше использовать в качестве фронт-энда apache или nginx а кто-нибудь из вас может рассказать о чем заключается суть этого спора хочу почему вообще возник в чем разница между казалось вот просто есть один веб-сервер и другой веб-сервер в чем между ними ключевое различие а вы не могли бы это немножечко раскрыть что такое что вы имеете на некоторое время что то что такое некоторое время верно да верно и скажите пожалуйста как бы но предположим у нас нет ограничений в один поток мы можем создать потоков системе в широких пределах сколько хотим ну или процесса в зависимости от того какой каким образом вы сконфигурировали apache он может исполнять в отдельных процессах либо в отдельных потоках те же действия ну вот придут запросы на два больших файлах использует до исполняют два разных потока в чем же все таки разница в данном случае да особенно плохо если клиент к тому же еще и очень медленно принимаю отправляет данные или принимает данные в таком случае единицы исполнения будь то процессы при при форке или поток при тредовом воркере будет висеть очень долго и потреблять ресурсы вы знаете например о таком замечательном методе атак на веб-сервере как slow лорис при котором открывается соединение и очень медленно практически по байтику отправляется запрос отправили байт подождали несколько секунд отправили следующий в таком случае насел при использовании синхронной модели работы веб-сервера в очень легко устроить исчерпание ресурсов так как совершенно задешево отправляет там по грубо говоря по одному байту в секунду на поток на целевом сервере можно расходовать ресурсы не практически не задействует полоску да видите ли киполайв это продукт взаимного непротивления сторон если перефразировать монтёра мечникова из 12 стульев киполайв должен киполайв должен работать как сервер так и клиентов клиент берет открывает каждое среди новые соединения такой запрос потому что в данном случае этот клиент злоумышленника его и он специально рассчитан на то чтобы вызывать есть исчерпание ресурсов на целевом сервере естественно будет работать наименее оптимальным для сервера способом nginx же работает по событий на ориентированной модели когда воркеры nginx и происходит событие например появился пришел запрос или пришел ответ от обстрима или появилась вазу возможность выполнить какое-то действие он то события обрабатывали таким образом один воркер может переключаясь между событиями выполнять выполнять кучу действий в то время как если например apache использовать в режиме прокси к другому степи сервере кваси джайсер веры к чему-то потом поток будет все время ожидания просто висеть и ничего не делать потребляя ресурсы и именно благодаря подобного особенностям архитектуры nginx часто обеспечивает высокую производительность и кроме того поскольку там не возникают лишние процессы или потоки на каждый запрос он на каждый запрос расходует очень мало ресурсов поэтому ему и обычно не требуется тогда тоже количество оперативной памяти ну или просто просто будьте здоровы процессорного времени расходуем исключительно переключение контекста между различными процессами ну или потоками одного приложения в нашем примере мы рассмотрим nginx как и степи серверов асиджи клиенты в простейшем случае тоже как сервер отдающий статику в качестве сервера приложений мы рассмотрим php fpm который будет принимать запросы по протоколу фасиджай вообще а кто может рассказать каким образом какие вы знаете способы работы различных приложений у вас же наверное на веб-технологии технотреки уже что-то рассказывали каким образом работают известные вам серверы приложений ну вот вы же уже там создавали как что-то в процессе работы до хорошо каким образом они принимают соединение от фронт-энда например по какому по такову как они вообще взаимодействуют или вы использовали все отладочном режиме то есть напрямую понятно но понятно а интерфейс а собственно нежных по какому протоколу отправляет серверу приложений запросы ведь фреймворк это всего лишь часть вашего программы не та которую вы написали а та которую вы притащили речь идет о сервере приложений на котором исполняется этот фреймворк ваш код и все остальное и нжнx отправляет этому серверу приложений запросы и сервер положений там уже преобразовывал преобразует данные полученные запросе в ту форму с которой вы работаете в собственном коде с ней а да да в сгай и фасиджа это довольно часто распространенные протоколы взаимодействия с приложениями появились они на пустом месте впервые когда возникла необходимость обеспечить обработку динамических скриптов при получении степи запросов изобрели замечательный очень замечательный протокол си джай то кто-нибудь из вас сталкивался с этим монстром может попробовать рассказать как он работает у него есть одно приму преимущество и определенные недостатки преимущество его в том что он совершенно не зависит от того на каком языке программирования вы разрабатываете какие технологии вы используете этот интерфейс совершенно унифицированный просто получив запрос веб-сервер форкается форкнутый процесс запускает другой процесс у него в переменных окружения будет определить параметры запроса и на стандартные воды он будет передаваться тело запроса этот это приложение это может быть скрипт или даже там что-то написанное на компилируемом языке отработает и также на стандартный вывод вернет результат работы веб-сервер считает его со стандартного вывода и вернет пользователю результат казалось бы это совершенно универсальный метод работы чего же в нем плохого почему понадобилось изобретать вот например то с чем вы работаете на курсе веб-технологии а почему а когда расскажите когда вы работаете у вас уже не работает вашем приложении протокола вы из гайем у него же получили степи запрос преобразовать его в из гай и отправить snap stream здесь казалось бы то же самое в чем разница но в чем проблема в данном случае в многопоточности ведь с одной стороны запущенные вами по протоколу сюжет программа может вполне быть многопоточной с другой стороны всегда можно получить параллельно несколько запросов запустить несколько инстансов ну здесь проблема в чем во первых то что нужно запускать процесс момент когда пришел запрос пришел запрос независимо от того какие действия должна выполнить программа возможно самые наипростейшие нужно сделать форк экзек заинициализировать саму программу программа должна возможно подне поднять подключение к базе данных если таковое используется в общем каким-то образом установил установить для себя работоспособное состояние выпады обработать один запрос и завершиться после этого при завершении корректно освободи все используемые ресурсы при силу ситуации когда используется смысле когда сама обработка запроса просто на накладные расходы могут оказаться гораздо больше чем собственно расходы на обработку запроса к тому же очень сложно обеспечить разделение ресурсов например у вас может быть вип-приложение которое держит свой небольшой пул канал подключения к базе данных и и этим этот пул используют для всех запросов а здесь так не получится для каждого запроса придется устанавливать а потом убирать свои собственные соединения дополнительные накладные расходы и опять же возникает та же самую и уязвимость в ситуации когда злоумышленник возьмет будет пытаться отправить много запросов параллель здесь вам придется ограничивать количество одновременно запущенных инстансов cg приложения значит вполне возможно нормальные пользователи не смогут дождаться обработки своего запроса таким образом пришло пришлось изобретать другие механизмы взаимодействия промежуточный так сказать механизм между сиджай и тем механизмами которые вы иску вы следуете на веб-технологиях и те которые мы будем рассматривать сейчас это исполнение приложения прямо в самом веб-сервере такую такую идеологию придерживаются например мой мод php в apache которые прямо внутри самих воркеров apache исполняет печь пи скрипты или nginx луа который предоставляется например сторонним модулем к gx в составе конрести он также исполняется прямо внутри воркеров веб-сервера и не требует вообще никаких дополнительных по сравнению у кроме у кроме веб-сервера и ресурсов таких приложений сиджай или дополнительный сервер приложений которые выслушивают вас и джайли что-то в этом роде но проблемы в целом в значительной степени остаются те же что она она вынуждена в определенных ситуациях блокировать воркер веб-сервера и в таком случае например асинхронный веб-сервер вообще превращается в тыкву а ситуация с опочем становится только хуже например тот же жены их слово которую который исполняет в составе в джинсовских воркеров он не блокирует воркером жениться когда ждет откуда-то ответа например от базы данных но когда исполняет собственно свой кодом блокирует воркер и в это время он не может выполнять никаких других действий то есть возникает та ситуация что нжнx оказывается не то чтобы сильный лучше а патча при использовании данной модели поэтому все более широко становится распространена 3 3 альтернатива при которой веб-приложение запущено отдельно она взяла она часто является тоже синхронным и здесь вся надежда на то что клиентом непосредственно общающимся данными приложением является не пользователь который может оказаться вредоносным или просто подключаться к вам с медленного мобильного интернета и поэтому отправлять запросы получать ответы с низкой скоростью а с максимум от этого приложения с максимальной скоростью получит опять сам веб-сервер и таким образом ресурсы на выполнение которые выделяясь на выполнение данного запроса будут максимально быстро освобождены поэтому например часто в качестве компромисса для того чтобы избежать большей части проблем связанных с а почем его просто ставят за nginx и на него проксирует запросы в таком случае нжен сначала целиком примет запрос потом отправит его на apache apache его каким-то образом обработает быстро отдаст ответ nginx уже будет его столько времени сколько надо отдавать его удаленному клиенту этом все часть данной модели ну и поскольку взаимодействие между двумя ресурсами которые часто установлены локально значительно проще у людей возникла светлая идея не связываться с полной реализации протоколы степи появились более простые эффективные в обработке протоколы такие как фаси джайли в сгай который который непосредственно предназначены для взаимодействия подобного сервера приложений фронт-энда ну фронт-энд приняв запрос может обработать его как я уже говорил согласно своей логике работы и согласно и в соответствии с каким-то набором данных которые данное приложение может откуда-то получить часто для этого используется субд но а зачем вообще нужен субд в чем проблемы ограничения такого метода чтобы например просто брать и хранить все нужные данные в локальных файликах можно придумать для них какой-нибудь веселый формат xml или джейсон и просто брать и хранить и данные приложения в них почему так делают крайне редко к это а те кто так делают иногда за это получает по макушке в чем мы опять же ограничение такого подхода то есть вы имеете ввиду что база данных вам бесплатно предоставляет какие-то способы продвинутые способы работы с данными например революционную структуру и язык sql и вам не придется все это реализовывать самостоятельно а предположим у в да даже в вас не не было бы такой необходимости вот его скажем просто на какой-то забыл какие-то запросы нужно отдавать фиксированные данные и парень его например то что придут превращать в одну строчку таблички почему вы не просто запускать это файлик или файлики на на локальной файловой системе ад и отдавать что-то язык содержимого какие еще замечательные возможности нам представляет база данных а что вы имеете под быстрым извлечением данных каким образом боды вам предположим у вас есть таблица размером терабайт из неё нужно выбрать одну строчку каким образом база данных предоставляет метод быстрой и извлечения этой строчке там используются так называемые индексы чаще они бывают виде b3 иногда используются и хэш таблицы тут уже завели зависит от каждой конкретной ситуации пока же таблицы например нельзя выбирать по диапазону как вы понимаете и для каждого записи в кэш таблицы нужно вычислять собственно хэш вдя в дереве чтобы понять куда идем направо и налево достаточно выполнить просто операцию сравнения на прочего получения хэша поэтому в каждом случае выбирают тип индекса согласно результатам тестирования того какой именно индекс для конкретного случая лучше и понимание как как с ним будут работать то есть пример выбирать конкретную строчку или диапазон или что-то в этом роде но в принципе идея здравая до база данных базе данных не придется проходить всю терабайтную таблицу если конечно структура данных спроектирована разумно для того чтобы выбрать из нее одну строчку можно будет по-хорошему логарифмической или надо константной в случае хэштаблиц той скоростью взять и найти нужную строчку отдать ее пользователю да чаще всего используются б-деревья б-деревья ну и кроме этого с убд практически все предоставляют свои собственные механизмы обеспечения отказоустойчивости и надомасштабируемости например как как быть если производительности вашего сервера них вы не хватает и вам нужно увеличивать их количество если вы вы хранили просто все данные в локальных файликах то вас будут перед вами бы стала замечательная проблема синхронизации вот вы добавили добавили еще один веб-сервер балансируете между ними запросы и файлики нужно синхронизировать подобной ситуации вы могли бы добавить просто еще один веб-сервер и натравить его на ту же самую базу данных что и первый и при использовании опять же предоставляем теми же религиозными базами механизмов конкурентной работы выставления блокировок и использование транзакций вы могли бы обеспечить работу произвольного количества серверов с одними и теми же данными то время как в случае файловой системы это был было бы тоже возможно но это было бы гораздо сложнее накладнее поэтому для хранения есть хорошая практика приложение делать полностью как это называется стейтласс то есть она не она не содержит себе не никогда никаких до данных и и при тех же самых данных во внешних источниках как каждый запрос будет приводить к одному и тому же ответу подобные парадигма позволяет эти серверы приложений масштабировать линейно то есть добавлять добавлять их произвольное количество разу раскидывать как угодно между ними запросы и производитель соответственно будет россии тоже линейно в качестве баз данных часто используются как из коль так и так называемые новые сколь решения все опять же зависит от того как в каком виде планируется хранить данные для сложных структур данных революционные базы подходят довольно хорошо например они практически незаменимы если где-то в вашем сервисе есть сколь нибудь значительная структура данных много ко многим ведь вы уже основы революционной модели проходили а нет я имею ввиду на на технотреке да я понял ваше текущее приложение слышал в этом делаете блог или что-то в этом роде каким образом взаимодействует базы данных понятно ну в нашем случае придется взаимодействие с базами данных таска чуть более инди интимно и понять какие каких именно случаях требуется было выбирать тот или иной их тип я уже сказал революционные базы полезны в случае использования сложных структуру данных с взаима с взаимосвязями между с разнородными сущностями если говорить совсем вообще но в случае если вам нужно хранить например просто набор набор документов и выбирать его по каким-то признакам например вы храните просто на своем блогике наборы постов конкретного пользователя и выводите их по по 10 на страницу и взимать никакого за заметного взаимодействия между пользователями нету то в таком случае часто показывают хорошие результаты нереализационные базы в которых структура данных оптимизирована именно под подобные документы ориентированное хранение в котором каждая таблица или в терминах других баз данных возможно коллекции или что-то или что-то еще просто представляет собой набор так называемых документов с практически произвольной структурой у которого у которых в случае наличие у них каких-то общих полей можно построить по ним также индексы выбирать кроме этого слабое место революционных баз это хранение больших файлов представим себе что вы делаете хостинг фотографий и вполне возможно вы бы хранили данные например авторизационные данные своих пользователей или просто список фотографий с их свойствами в революционной базе данных но с хранением самих фотографий они справляются плохо как вы думаете с чем может быть связана подобная проблема вот предположим что что вы об этом ничего не знали и наивно решили просто классе фотографии в поле типа блок binary large object в базе данных как вы думаете как какие могут быть с этим связаны проблемы в итоге ну да хорошо предположим большой размер да какие-то вызовут проблемы не обязательно вам не зачем вытаскивать у строчку можете запросить конкретные поля если вы на вам например не нужно этот глоб вы можете его из базы не вытаскивать ну здесь не возит ли ты такой ситуации независимо от метода хранения что он все равно придется эти файлы как-то скидывать случае добавления серверов независимо от того как вы храните да хорошо вам в любом случае для вашего сервиса нужно хранить много файлов большого размера независимо от того как в данном случае да в принципе можно даже будет ее быстро отдать только проблема в чем они вот эти вот большие данные которые нужно вы по которым не нужно делать какие-то выборки то есть вы будете искать там по дате почему по пользователю почему угодно но не по например по телу самой фотографии что же там именно в середине шпега находится то есть по этим данным не будет выборок тем не менее они будут помещены в реализационную структуру и находя и находиться рядом с этими данными то есть например для того чтобы перейти от одной строчке к другой нужно будет делать более длинный сик головкой на жестком диске и или если вы не используете жесткие диски и решили что у вас все работало быстро и положили данные вашей базы на ssd о жестких дисках ssd мы более подробно поговорим на следующем занятии когда будем говорить о методах хранения данных то окажется что вы платите очень много денег за хранение этих фотографий в то время как можно было бы все мета данные положение положить в революционную базу на ssd и в какое-то отдельное хранилище положить эти самые фотографии на больших и дешевых жестких дисках и получать их оттуда уже по конкретному идентификатор ведь уже не делать никаких выборов по их содержимому поэтому очень часто используется именно такой подход что если в сервисе требуется хранить какие какие-то куски данных большого объема там фотографии видео или хотя бы письма если у вас есть сервер с электронной почты то в революционную базу это же класть довольно плохая практика используется отдельное новое сколь хранилище типа ключ значения вроде того модного сейчас амазоновского s3 или она его аналога предоставляемого в цехе который позволяет вам хранить эффективно хранить большие файлы и получать их по заранее известному ключу поэтому у одного одного и того же сервиса может быть более одной и несколько даже не несколько разнородных баз данных ну это теория перейдем к тому как как именно наш сервис будет работать получать запросы от клиентов он будет по протоколу http протокол http мы уже немного рассматривали на занятии по сетевым протоколом вы также вероятно его рассматривали на занятиях по веб-технологиям поэтому возможно вы сами можете о нем сейчас мне что-то рассказать ну к примеру какие в http существуют методы запросов которые вы знаете для чего они используются каком случае на использовать тот или другой кто может взять что-то рассказать об этом протоколе а нельзя отправить информацию методом get например в аргументах а почему в заголовках это не за это не заголовок от строка запроса но да она данных можно до данных не обязательно должно быть много мегабайт например вы хотите перед каким-то запросам передавать буквально несколько байт данных например вас он не знаю регистрационная форма пользователь его слова генвася попал пароль qwerty лет ему 14 это все данные которые уже а что они то что мешает постойте вы считаете что при использовании с цель соединения строка запроса не шифруется зачем вы же используете со цель тоннеля в нем шифруется все вам уже не нужно думать о шифровании до самом теле строке запроса при каком перенаправлении вы имеете в реферере можно использовать это дед один из вариантов но можно скрывать реферер делает двойное перенаправление в чем еще проблема например можно сделать ссылку на при нажатии на который будут управляться какие-то данные на сервер можно сделать ссылку в моем примере можно было бы сделать ссылку запроса регистрации пользователей повесить ее на каком-нибудь распространенном ресурсе каждый кто принять они нажал зарегистрируют пользователя вашей системе легко и непринужденно она она содержимое поза содержимое под запросов ссылки указать нельзя это немножечко другое нет cross-site скриптинг немножечко другое он происходит если вы выводите в неочищенном виде данные которые любым способом быть но чаще всего конечно где там получили от пользователя и таким образом можно например сформировать ссылку в которой будет забудут содержаться в hd html код например загружающий сторонний я вас крипт на этот сайт если вы в неочищенном виде те же данные которые получают вы или на страницу там будет так скрипт который подгружает уже я вас гриба умышленника это называется крутой скриптинг да и это возможно возможно все в ситуациях и при которых содержимое данных на сервере не меняется xs это чисто клиентская проблема например у вас есть поисковый сервер там можно поискать не знаю что что в контакте и один из трех трех топовых запросов по любому поиску поисковой системе в россии и он передается методом get ну а чего такого наоборот хорошо можно сделать ссылку на результат конкретного поискового запроса и вы выводите на странице ваш запрос в контакте вот ваши первые 10 результатов поиска по нему а злоумышленник туда ведет и вконтакте а скрипт src равно хтп сайт злоумышленника ком слэш evil.js и и закрыл закрываем тег скрипт и отправят и сделать такую ссылку в итоге каждый раз когда кто-то пройдет по такой ссылке а вы эти да вы текст запроса который вел пользователь выводите в виде который никоим образом не очищен от тегов то вся всякий кто пошел по этой ссылке загрузит и выполнит на своей странице скрипт злоумышленника он может например удалять на отправлять на удаленный сервер ваши куки а ваши куки может быть например идентификатор сессии придя с которым злоумышленник может получить доступ к вашему личному кабинету но это мы отвлеклись это же вопрос информационной безопасности и он имеет косвенное отношение данной проблеме в его использование метода get для отправки данных именно в том что в таком случае данные могут отправляться пользователем так сказать непроизвольно просто по нажатию ссылки это одна проблема другая проблема то что не содержится в реферере третья проблема что большинство веб-серверов при настройках по умолчанию пишут всю строку запроса влога например если там выводки чувствительные данные вроде пароля то все те кто получит доступ к этим логом их тоже увидит до проблем много и поэтому для для отварки каких-то данных например форм авторизации или модифицирующих состояние сервера действительно рекомендуется использовать метод пост а кто из вас может просто подойти и изобразить http запрос например гуглу просто из обычного типе соединения самостоятельно но имиду подай имиду своего сделать они просто сказать что у меня что-то присутствует да вот да вот например да вот например вы пишете get slash http 11 этого достаточно или нужно что-то еще а а зачем зачем нужен заголовок хвост почему вот так яра требует стандарте степи 1 1 верно и именно ты и поскольку то и просто отправки и степи запроса если не указать заголовок хвост то какой именно домен был набран например в адресной строке браузера узнать было бы нельзя и было бы непонятно какой сайт отправлять запрос и в таком случае не удавалось бы хостить на 1 5 адрес несколько доменов и пиво 4 адреса эта штука очень дорогая в наше время поэтому большинство сайтов хочется на так называемых шаринг хостингах на которых не может быть несколько сотен доменов на одном айпи естественно отправка заголовка хвост обязательно а какие еще типичные заголовки могут присутствовать в степи запросе если вы например разрабатываете приложение с которым будет работать из браузера какие заголовки вы можете ожидать это не заголовки это типа запросов да хорошо а что что содержится в заголовки контент лэнс а при каких типах запроса такой заголовок вообще будет отправлен приеда про придет запросе он имеет смысл да хорошо юзер агент заголовок юзер агент вы имеете ввиду да а если на эту страницу перешли по ссылке в другой странице об этом можно как-то узнать до рифа да и в таком случае браузера обычно отправлять специальный заголовок референ а как отличить одного пользователя другого например они все могут находиться за каким-нибудь на там я рассказал что койнат на занятиях позиции интерфейса вот например мы у нас сейчас в аудитории множество и мы мы все используем один исходящий внешний адрес потому что мы находимся за на там в приватной сети каким образом ресурс определить кого кто есть кто и например если мы все пользуемся с вами ну не знаю там гугловой почтой она поймет кого кого из нас в какой аккаунт пускать верно да для того для того чтобы идентифицировать пользователя ему можно выставить какой-нибудь уникальный идентификатор и попросить его всегда отправлять его при запросе это называется куки вообще что такое куки для чего они еще используются все прямо в куках да вы думаете что прямо так вот при каждом http запросе пользователь будет отправлять на сервер данные призвольного размера да да это не просто нехорошо это обычно для для заголовки не должны превышать размер буфера 1 1 на сервере так чаще всего настраивается поэтому например при настройке конжирных с по умолчению заголовки длиннее 8 килобайт не отправить поэтому конечно же поступают иначе пользователь выдает просто какой-то идентификатор длиной несколько десятков байт который сложно подобрать и поэтому идентификатору хранят его данные на сервере например все что вы в своем интернет-магазине на добавляли в корзину будет храниться на сервере у вас будет просто идентификатор сессии пдм идентификатор сессии он виде сервер будет видеть что же именно в корзине у пользователя с таким идентификатором поэтому ваши руки будет весьма скромного размера и собственно не все данные сессии будут храниться в куках так практически никакое дело только видентификатор можете описать подробнее суть в том чтобы мы не могли отправить запрос с произвольного адреса то есть мы не получили такую популярную инфекцию но отправили данные на сервер и не дополняли данные вы имеете ввиду что вы всегда даете это значение вас и из на ваш странице пишет специальное скрытое поле так а что мешает злоумышленнику поступить также сделать такой же запрос сделать подобную форму на своем сайте положив этот токен то есть если пользователь откроет форму идет попить кофе то он уже не сможет и отправить к вернется и а если он там уже много чего набрал вопрос пока еще не вера что хочет отправить пошел попил кофе собрался с мыслями хочу отправить все должен заново набирать этого это наказание за нерешительность надо сначала отправлять и потом идти пить кофе до сторонний сайт не знает конечно куки другого сайта и но но при заплывной и но ему никто не мешает сделать форму который заставит пользователя отправить запрос на тот сайт она тут сайт она уже отправит куки смысле вторая страница которая которая была дана конкретному пользователю с конкретной формой да вот только в таком случае туда удастся обеспечить и таком случае можно будет делать это поле долгоживущим таком случае злоумышленнику придется это разве что устраивать вайфрейма ему не удастся из-за своего ресурса манипулировать его содержимым ну просто дело в том что в окне в окно браузера на самом деле можно строить еще одного браузера браузера и так уровень вложности до бесконечности это называется айфрейм вы умышленник мог бы строить свой сайт таки форму которая корректно вы отправил данные на ваш сайт вы просто им придется в такое время строить страницу вашего сайта со всеми вытекающими уже не сможет управлять ее содержимым и так и из-за этого станет невозможным соответственно да это причем правил правильное применение вот это мы уже рассматривали а кто может просто взять и прокомментировать вот этот запрос объяснив например смысл того что было отправлено на сервер и того чтобы было получено и хотя бы чего-то из того что было получено от этого сервера в ответ да а как да какой запрос да просто корневая страница сайта да 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 куда куда что он ожидает данных любого типа то есть например если бы запрос отправлялся из по урлу указанному в в теге им где там вы сердце равно что-то то нам то браузер например имел бы полный право ожидать картинку они страницу с текстом поэтому могут передать передать его в поле акцепт например список графических форматов которые он поддерживает в данном случае это просто в сферические степи клиент вакуум готов принимать данные вообще в любом формате ему не важно да да верно что значит код 200 до что что запрос был обработан успешно да он сообщает данные себе какой веб-сервер используется на данном сервере что еще да да он возвращается от куки для того чтобы можно чтобы была возможность опознать каким-то образом данного пользователя вот например там есть кука руиды явно случайно сгенерированная для того чтобы если вдруг с этой кухой ему еще раз придут он смог поменять что тот же самый пользу браузер который отправил данный запрос и кроме того ряда служебных заголовков например вы таскать более продвинутый момент а что означает transfer encoding чанкет который там указан и виние и скольки мы риску еще замечательной особенностью данного ответа это сочетается видите ли недавно упоминался такой замечательный заголовок как контент лэнс он может присутствует не только в запросе пользователя отправившего например в методом пост какие-то данные но и в ответе сервера может содержать размер ответа сервера который должен считать клиент у этого подхода есть преимущество производительности поскольку сразу известно какого размера данных клиент может считать он может вызвать там рейды как раз ровно на этот размер и считай и все еще все считать максимальным удобством не выполнять дополнительных проверок но у этого подхода есть и недостаток поскольку для того чтобы начать формировать заголовки и отправлять их клиенту уже заранее знать весь размер ответа это не совсем эффективно во многих случаях можно начать отдавать ответ например отправить заголовки раньше чем станет известно его полная длина к предельный случай подобного принципа это какой-то стриминг часто по htp и проколы степи использовали например для того чтобы стримить звук и в таком случае мы совершенно точно не знаем какого заранее размера будет ответ и отдать контент лэнс мы не сможем ответ будет такого размера вот сколько данных мы захотим отправить пользователя все то время которым будет держать отсоединение не отпишется от нас поэтому часто для отправки ответов используется трансферный кодинг чанки при нем тело тело ответа отправляется в таком формате сначала 2 2 байта длина так называемого чанка потом чанк данной длины потом 2 байта длина чанка чанк данной длины и когда следующий 2 байта окажется равном 0 0 это значит что вот он конец ответа и его можно считать его полученным полностью этот подход позволял позволяет постепенно формировать ответа тут же отправлять его пользователю что что улучшает отзывчивость страницы некоторые сервисы такие как то упомянутый уже стриминг без этого вообще работать бы не могли и вот данном случае сервер решил что он не будет ждать формирования полного ответа а дать просто формате чанки посчитал заголовки потом кусок еще кусок еще кусок когда он просто поймет что дал все туда он отправит ой он 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 отправит кусок следующего размера и все будет в этом праве смысле размер к следующего куска равно нулю и все ответ отправлю хорошо под запросы мы разобрали а вот к примеру внизу приведен прекрасный запрос и ответ скажите пожалуйста что там произошло и почему вот такой вот ответ пришел можете так не сны не смотреть на доску я же выкладывал презентацию блоге может скачать его себе и открыть так вот наверное гораздо удобнее кто за кашировал обращался к этой странице да а если не за кашировал то зачем он спросил мне только спросить вот чисто когда вы страничку меняли да да она не изменилась и это нужно именно в той ситуации когда сервер эту страницу за кашировал поскольку ему нужно понять нужно обновить ему каши для дать из каша а если бы на нее не за кашировал то и не было бы смысла в таком запросе но он узнал что он не менялась того времени а толку то что на что он пользователь покажет это также рассматривали и теперь так сказать для за для закрепить закрепления ранее пройденного расскажите мне пожалуйста про протокол ссср во-первых для для чего для чего он вообще нужен мы это уже рассматривали две недели назад да в том числе для htps а зачем в чем было так сказать идея того чтобы а протокол htps нужно чтобы хранить сертификаты да с точки зрения тех кто эти сертификаты продает за деньги возможно это отличная идея зачем их покупают вообще в чем в чем это сказать основная задача хорошо а зачем для этого дела целый протокол htps можно было здесь какой-нибудь замечательный протокол симметричного шифрования например а с и отправа отправлять данные получать по нему зачем нужно нужно было городить весь этот огород с цель хэндшейками ключами сертификатами и прочим да хорошо поскольку обмениваться ключом пришлось бы сначала по незащищенному каналу просто симметричное шифрование отпадает хорошо а почему бы не просто использовать протокол rsa когда у сервера есть какой-то приватный ключ и публичный ключ у клиента есть какой-то приватный ключ и публичный ключ и можно было бы используя штатные методы протокол скажем того же алгоритма шифрования rsa зашифровать запросы ответы открытое что такое открытое шифрование да хорошо да хорошо а что помешает злоумышленнику просто перехватить запрос клиента представиться сервером выдать ему свой публичный ключ серверу представиться клиентом и отправить ему тоже свой публичный ключ и таким образом все что клиент отправила шифровать записать себе потом зашифровать снова отправить на сервер ася ответ сервера расшифровать записать себе и отправить потом клиенту что помешает в злоумышленнику поступить таким образом но тем ни менее публичный ключ придется отправлять иначе мы не сможем установить хэмшейк вообще как устроены алгоритмы асимметричного шифрования у вас есть приватный ключ которого никому не показывайте публичный который вы показываете всем вы его отправляете через пусть открытый канал и кто-то другой кому хотеть данные тоже генерируете приватных публичный публичный никому не показывает а при приватных пока публично отправляет вам вы использовать свой приватный ключ его публичный шифруйте данные он используя свое приватные ваш публичный расшифровывает но чтобы мешать злоумышленников клинице в середину ведь будет публичный ключ должен быть публично доступным действий действительно стоп а что что пошло такое сертификационный центр мы пока что говорили просто протоколе сези об алгоритме rsa выроса нет никаких сертификатов повисит приватный публичный ключ алгоритм шифрования расшифровки что такой сертификат откуда он берется и за день и зачем и что еще кроме публичного и вот например я могу сделать себе тоже такой заговорите призвольный публичный ключ и написать любой идентификатор да хорошо да да то есть определенный набор атрибутов который обязательно входит адрес сайта для которого выдан сертификат по и публичный ключ подписаны специально удостоверяющим центром и только и только поэтому данный сертификат считается действительно и в каждой системе например в и в тисе с сэр на многих дистрибутивах или в брау или в отдельном хранилище браузера если браузер не использовать системные сертификаты есть набор сертификатов удостоверяющих центров которым мы доверяем и до случай если один этих центров подписал ключ подписал публичный ключ и и новый набор этих атрибутов для данного клиента то мы будем считать что он подключились кому угодно кому никому мы хотели например если мы видим сертификат с командный вам google ком а мы действительно подключались google ком то мы считаем что подключение успешно поскольку доверенный сертификатором будет мы считаем злоумышленнику сертификат с командным google ком не выдаст поскольку для того чтобы получить сертификат на какой-то домен нужно продемонстрировать явно свое владение им например положив специальные данные на доступные по степи на этом домене или внеся специальную запись в dns на этом домене ну так же каким-то образом продемонстрировать его владение только тогда мы выпишут сертификат а иначе сертификационный центр вам откажет поскольку от этого зависит его бизнес если кто-то узнает что вызвал 1 1 1 сертификат не по делу он просто перестанет быть доверенным и у него эти сертификаты перестанут покупать хорошо перейдем от теории к практике сейчас мы сделаем так сказать light версию того что он будет делать на практикуме то есть просто разве развернем у себя не были все те же основные компоненты которые у нас будут там именно фронт-энд веб-сервер nginx mysql в варианте maria db и php fpm в качестве среды исполнения php который будет использована в качестве сервер положения начнем рассмотрение с nginx не очень хорошо к сожалению находящийся в епеле сборка nginx подходит для курса там придется чуть больше получится поэтому давайте подключим репозиторий nginx отдельно поскольку это всего лишь учебная виртуалка были подключим даже просто без использования ключа для подписи и кто-нибудь расскажет а вот я тут привел какие-то строчки которые нужны для того чтобы подключить а куда их нужно вписать мы разбирали подключение сторонних репозиторий на прошлом занятии куда нужно вписать данные репозиторий для того чтобы его подключить мы рассматривали это не для дебена а для рпм-бэйс дистрибутивов с пакетным менеджером я куда именно там уже вписать хорошо посту построим проще я вам это продемонстрируйтесь и есть специальная директория ям репоздая канал вообще когда вы видите директорию заканчивающейся на той на точка д что что вы должны в первую очередь подумать да что это просто настрой настройки директория что сидеть то директории настройки директория содержащие в себе на набор файлов которые инклюдаются в качестве настроек какого-то приложения именно там идея в том что там не просто внутри лежат какие-то настройки дачи бог под виктория конфигурации а директория в которой набор файлов для инклюда вот например вы видите здесь что-то лежит с а ой простите конечно конечно забыл увеличить да да вот вот видите в директории ям репоздая уже лежат конфигурации подключенных в этой системе репозиторию подключим еще один туда инклюдаются все файлы название которые заканчиваются на точка репа вот как вы видите здесь путью репа sker orange separate files name файл репа что-то . репа индикации ям репоздая так и поступим ям репоздая назовем вендерных . репа лично добавили поскольку сейчас занятие практическое мы будем все это разворачиваете прошу всех не просто смотреть на доску а добавлять это у себя тоже переписывать опять же это отсюда доски не обязательно к тому же видно наверное не очень хорошо поэтому можно открыть презентацию у себя и скопировать оттуда кто еще не подключил репозиторий на свою учебную вертолке а подождем в процессе подключения прошу вас обратить внимание что в тексте который вы выносите файл конфигурации репозитория содержатся служебные переменные релизвер и бейзарш они нужны для того чтобы использовать одни и те же файлы конфигурации в случае использования однотипных деревьев репозиториев для различных версий дистрибутива и различных архитектуру то есть данном случае используют центов версии 7 поэтому в качестве релиз вер будет подставлен 7 и используется также архитектура x86 64 поэтому виде был вместо бейзаж будет подставлено x86 64 теперь все все подключили репозиторе кто еще нет хорошо подождем а все в чем ваше затруднение а вы набираете в говорю можно открыть презентацию скопировать ну тогда только набирать но подключать репозиторий таким образом в пардон в правду в рабочем окружении я бы не рекомендовал поскольку здесь не используется проверка ключей с помощью гпг и в таком случае вы могли бы стать жертвами какой-то по от атаки путем поставок например подмены днс и постановки туда вы заносного пакета но в учебном окружении мы это опасностью для простоты пренебрежем ну как его все успели кто-то набирал вышлю набрать хорошо молчание знак согласия считаем что все успели теперь я предлагаю джинджер из который мы сейчас по репозитории с которым мы сейчас подключили установить я он стал энджин икс акцию а и а и Да, еще, так сказать, в предотвращении возможных граблей, с которыми вы можете столкнуться в рамках выполнения таких простых заданий. Есть две вещи, которые могут нам сейчас, так сказать, эти грабли создать. Это firewall, его на тройке по умолчанию, точнее, который сейчас есть. Для простоты работы на учебной виртуалке мы его просто сбросим, команда epitables-f за главные. И вторая из них — это C-Linux, замечательная подсистема ядра, которая может контролировать и ограничивать даже действия суперпользователя, и которая в теории может применяться для повышения безопасности серверов. В реальности, в каких местах, где я работал, ни разу не видел ее включенной. И мы рассмотрим ее на занятии, посвященном безопасности серверов на базе Linux. А пока что для всей практической работы мы будем ее отключать. То есть, например, сейчас мы ставим Saturn Force 0 и чистим firewall. Вот этими двумя командами, и в дальнейшем наша работа будет проходить гораздо проще. А на будущее отключаем C-Linux, открыв etc-C-Linux конфиг и сменив enforcing на permissive. Это изменит то, в каком состоянии он будет после следующей перезагрузки. Поэтому, чтобы у вас не возникало сейчас лишних вопросов о том, почему у меня так не заработало, я предлагаю просто очистить firewall и выключить C-Linux. То, как с этими вещами работать, мы рассмотрим позднее на двенадцатом занятии. Вы можете открыть этот конфиг, и там есть три варианта. В принципе, вы можете поменять enforcing на любой из них, и это устроит нас для данной задачи. Но это применится после следующей перезагрузки, а чтобы выключить C-Linux, сейчас выполняем set enforce 0. Вот вы можете видеть здесь список команд, которые я для этого выполнил. Что вы имеете в виду? Как я установил Nginx? Хорошо. Для того, чтобы предъявить репозиторий, нужно создать файлик с именем что-то .repo в директории etc-C, и ям.repo.sd. Я там создал файл с именем Nginx.repo и с конфигурацией репозитория. Конфигурация репозитория, которая нам в данном случае нужна, приведена в презентации. Вы можете скачать презентацию и скопировать ее оттуда. А значит, вы делаете это не из-под рута, а из-под обычного пользователя. Тогда удастся сохранить. Итак, и в качестве первой пробной задачи нашего веб-сервера мы научим его отдавать статические файлы. Также для того, чтобы закрепить предыдущие темы, этими статическими файлами будет не что-то, а RPM-пакеты. Например, тот RPM-пакет, который вы должны были сделать в рамках домашнего задания, которое вам было дано неделю назад. Но поскольку мы знаем, что пока еще никто его, наверное, не прислал к мне, значит, наверное, и начинал делать, давайте возьмем просто любой RPM-пакет и положим его в тестовый репозиторий. Как сделать репозиторий RPM-пакетов? Для этого нужно создать специальную просто директорию для репозиториев. Да, вот у меня даже тут есть какой-то пакет. И для начала положим в эту директорию просто любой RPM-пакет. Например, тот, который мы собирали в качестве тестового на предыдущем занятии, или пакет НТП. Хотя нет, пакет НТП не очень хорошо. Это сорцовый пакет, а мне лучше бинарный. То есть, например, один из тех пакетов, который мы туда собирали. Пусть это будет наш пакет FULL. Но поскольку я не буду, не будет скачивать все пакеты из репозитория, потому что, чтобы у нас есть какие-то пакеты, и от чего не зависит, что они предоставляют, там необходимо сделать служебные файлики с метаданными, для того, чтобы я мог скачать их и узнать, что же именно в этом репозитории лежит. Автоматически создать эти файлики для нашего репозитория нам поможет утилита CreateRep. которые также необходимо установить. После того, как утилита будет установлена, подготовим файлы для отдачи по HTTP. Таким образом, мы именно выполним CreateRep на директорию, в которую мы положили пакет. И увидим сформированные там файлы с метаданными. Но этого недостаточно, пока у нас есть просто дерево файлов. Нам нужно научиться отдавать его по HTTP, для того, чтобы он мог был подключиться к этому репозиторию и получать из него пакеты и файлы метаданных. Следующее, что нам потребуется подготовить для нашего сервера, это база данных. В нашем случае будет использоваться революционная база данных MariaDB. Что такое вообще революционная база данных, я надеюсь, все понимают. Вам, как минимум, это рассказали на остальном технотреке. И, например, кто может попробовать, извиняюсь, сформулировать, что такое революционная база данных? В каком случае какое-то хранилище данных может стать революционной базой? Хорошо, а что-нибудь вообще о структурах данных вам рассказывали? Да. Что вы имеете в виду под изначальными настройками? То бишь, если мы, допустим, добавляем, если какую-то запись, то у нас есть... А куда мы добавляем запись? Просто в базу, да, вот вы часто с этим имплицитно ввели новое понятие таблицы. Что такое таблицы? А что значит однотипный? Имеется в виду, что у каждой таблицы в революционной модели данных должен быть фиксированный набор толпцов. Да, все верно. И в каждой строчке должен быть фиксированный набор толпцов. Какие-то поля в некоторых случаях могут иметь значение null, то есть не задано, если это разрешено параметрами толпца. Это может быть явно запрещено, например, если толпец not null. Но как поступить, если структура данных сложнее? Предположим, у вас, опять же, как мы приводили, пример сервис, в который пользователи помещают свои фотографии. Вот есть пользователь, и у него есть много фотографий. Как вы в этом случае организуете в своей революционной базе связь? Ну, паблица, отвечающая на фотографии, нужно ссылаться на паблицу, отвечающую на пользователей. Да, все правильно. И каким образом обеспечить, например, эффективную выборку пользователей по фотографиям, может быть, вы тоже знаете. Какая сущность для этого используется в революционных базах? Какая для этого же используется? Сущность. Сущность класса? Нет, именно сущность. Вы знаете вообще, что такое индексы и какие они бывают в первую очередь? Мы уже это обсуждали недавно. Индекс – это указатель, который позволяет по значению какого-то поля в таблице или набора полей быстро найти нужную строчку. То есть, например, у вас был бы какой-то поле идентификатор пользователя и другие поля набора его свойств. Если бы построили индекс по идентификатору пользователя, то по этому идентификатору могли бы быстро найти нужную строчку. А сама таблица, пусть размером терабайт, вы бы сразу подалеку на надо. А индекс иногда бывает внешним. То есть, индекс построен по данным одной таблицы, а указывает на строчки другой таблицы. То есть, например, внешний индекс построен по идентификатору пользователя, а указывает на строчки таблицы с фотографиями. И таким образом, зная идентификатор пользователя, вы можете быстро найти нужные строчки, в которых содержатся данные о его фотографии в данном сервисе. К примеру, это связи один ко многим. Хорошо, а предположим, у нас уже сервис развивается, и в нем появляется элемент социальной сети. Пользователи могут объединяться в группы. И в каждой группе может быть много пользователей, и каждый пользователь может состоять во многих группах. Как вы делаете объединение между сущностями пользователями и сущностями группы? Да, для этого создается таблица связи. Все верно. И для работы с реализационными базами используется язык структурированных запросов SQL. Сейчас перейдем немного от теории к практике. И посмотрим, каким же образом к этим данным осуществляется доступ. В системе мы знаем о наличии в системе таких сущностей, как пользователи и группы. Пользователю разрешается обращаться к тем или иным файлам, согласно их атрибутам. А как это устроено в базах данных? Вот есть, например, вы, наверное, работали… Какую базу с UBD вы используете сейчас на веб-сервисах? А, хорошо, вот вы используете SQL, там есть какая-то база данных, и вы подключаетесь к базе под каким-то логином. Для того, чтобы вы могли из этой базы выбирать данные или добавлять их в нее, для этого логина должны быть выданы определенные привилегии на таблице, с которыми вы работаете. Вы уже, наверное, сталкивались хотя бы с основами языка SQL, и многие привилегии как раз-таки основаны на нем. Выдаются привилегии над базами данных и таблицами на определенные запросы. Например, выдается привилегия на запрос селектом такими-то таблицами. Или выдается привилегия на запрос к рейтейбл на такой-то базе данных. Или, что будет проще в нашем случае, выдаются сразу все привилегии на определенных базах данных конкретному пользователю, и он может там создавать таблицы, он может в них добавлять данные, удалять данные, и делать все остальное, но в пределах одной базы. Так мы и поступим. Кроме этого, нужно понимать, что такой нюанс в случае работы конкретно с SQL. Тут я, так сказать, отвлекусь, что вот эти моменты могут заметно отличаться между разными с UBD. И когда вы будете иметь дело с PostgreSQL на курсе по базе данных, скорее всего, в следующем семестре, минимум раньше его читали на базе PostgreSQL, вы увидите у себя для себя много отличий по сравнению с MySQL. Так вот, в MySQL на самом деле гранты выдаются не на имя пользователя. Вот вы, например, подключаетесь к базе под именем пользователь-юзер, или как он у вас там может называться, и думаете, что гранты выданы на него. Не совсем так. В MySQL гранты выдаются на комбинацию между именем пользователя и адресом, с которого пользователь пришел. Таким образом, для того же самого логина могут быть одни гранты, если он пришел локально, другие гранты, если он пришел с удаленного хоста и так далее. Это мы сейчас посмотрим на практике и выдадим гранты нашему пользователю исключительно для вращения с локального сервера. Установим sub-bd.msql. Сразу у вас может возникнуть вопрос, если мы устанавливаем sub-bd.msql, почему мы делаем не human-stall MySQL или MySQL сервер, а какой-то MariaDB. Дело в том, что в проекте MySQL в последние годы происходила самая настоящая Санта-Барбара. Проект этот был куплен компанией Sun, потом компания Sun была куплена компанией Oracle. Команде MySQL не понравились политике компании Oracle, они оттуда ушли, хлопнув дверью и не смогли забрать торговую марку, и поэтому создали свой собственный проект под названием MariaDB, в рамках которых развивают MySQL сами. А Oracle продолжает его развивать силами своих разработчиков под именем MySQL. И многие дистрибутивы перешли на поставку по умолчанию этой MariaDB, то есть версии MySQL, создаваемой и развиваемой ее изначальной командой. Кроме этого, вы можете еще столкнуться с таким замечательным дистрибутивом MySQL, как Perkona, который развивается одноименной компанией Perkona, ее создал наш соотечественник фамилии Зайцев, и он занимается коммерческой поддержкой MySQL, выпуском своей собственной коммерчески поддерживаемой версии. Но в дистрибутиве CentOS 7 по умолчанию используется MariaDB. Предлагаю перейти к конфигурации, к подготовке и конфигурации приложения. А именно, в первую очередь, мы сначала просто запустим PHP-FPM. PHP-FPM – это наша среда исполнения PHP-скриптов. Он все более широко используется и вытесняет альтернативу в виде, например, Apache-Mod PHP. Связано это с тем, что PHP-FPM заранее готовит определенный набор воркеров, впрочем, это делает и Apache, но у PHP-FPM не появляется по новому воркеру на каждой запроса и не завершается после выполнения одного запроса. Поэтому PHP-FPM несколько эффективнее работает с PHP, потому что он до тех пор, пока к вам не придет слишком большое количество запросов, когда ему придет создать больше воркеров для их параллельной обработки, чем есть, не будет порождать новых процессов. Он будет обрабатывать запросы один за другим в их имеющемся наборе. Кроме того, у вас не будет даже соблазна настроить отдачу статики через патч, потому что в отличие от Apache, PHP-FPM отдавать статику не умеет. Вы будете отдавать ее корректно Nginx. Поэтому сейчас мы его запустим и перейдем к подготовке скриптов, которые будут работать в рамках приложения. Да, конечно. Он работает не потоками, нет, он работает синхронно. Он работает так. Сначала он по умолчанию запускает определенное количество воркеров. Кроме того, у него есть лимит на количество воркеров, которые он может запустить вообще. Пока у него количество одновременно обрабатываемых запросов укладывается в тот изначальный лимит, он вообще не порождает никаких процессов. Каждый воркер обрабатывает по одному запросу по очереди. У Apache же, например, процесс обрабатывает один запрос и завершается, а потом для нового запроса порождается новый процесс. А здесь процессы не порождаются. Но если запросов параллельных будет слишком много, он породит дополнительных воркеров, чтобы их обработать, а потом часть из них завершится для того, чтобы их общее количество было не больше настроенного. А остальные останутся и продолжат обрабатывать запросы. Но до тех пор, пока всплеск будет продолжаться, все эти новые воркеры, которые он создал, погибать не будут и будут обрабатывать все новые приходящие запросы, и новые процессы далее создаваться не будут. В этом и, собственно, превосходство его по эффективности. Да, давайте создадим директории в R3W-Wiki. Да, PHP-FP мы запустили, да. Хочу отметить следующее, что я прошу вас не просто пойти на Вики-Медиу и скачать последнюю версию, а поставить версию 1.23. С чем это связано? Это связано с тем, что, к сожалению, дистрибутив Шатцентоз – это дистрибутив стабильный. В нем PHP 5.4 будет поддерживаться до 2023 года. И именно эта версия будет там основной. Разработчики MediaWiki, они очень быстрые, как электровиники. Они уже прекратили поддержку PHP 5.4 в своих последних релизах. Поэтому мы ставим последний релиз, который, собственно, поддерживал, чтобы не было таких проблем. На практике мы возьмем и притащим сбоку PHP 5.6, и у нас такой проблемы не будет. Но сейчас для того, чтобы не тратить время на подключение дополнительных сторонних репозиторий, в благо времени у нас осталось и так не слишком много, мы возьмем просто ту версию, которая поддерживает системный PHP. Я предлагаю вам скачать этот Torbol и распаковать его содержимое в R3W Wiki. И в нашем случае мы делаем такую конфигурацию. Все статические файлы, то есть верстка, таблицы стилей, я вас крипты, картинки будут отдаваться непосредственно Nginx. А к PHP скриптам нужно будет отправлять запросы по протоколу FastCGI. Для этого нужно будет запросы на звездочка точки PHP сразу отправлять на PHP-FPM. А для других запросов проверять существование файла, а если нет, то отправлять его тоже на PHP-FPM из-за особенностей движка, которые запросы могут иметь в произвольный формат. И что эти настройки означают? Они означают, что если пришел запрос на что-то точкой слэш-PHP, то сразу без размышлений отправить такой запрос на PHP-FPM. Если же пришел какой-то другой запрос просто на что-то, сначала проверить, нет ли такого файла, а если такого файла нет, то переделать запрос, как я уже говорил. То есть если пришел запрос слэш-вики что-то, вы же, например, когда заходите на Википедию, там у вас написано, например, Википедия за главной страницей, или там в мейнпейже, если зашли на англоязычную, не написано индекс PHP. Но на сервере запрос реально преобразуется в слэш-вики слэш-индекс PHP, и аргумент title равно то, что у вас идет после слэша, и далее любые дополнительные аргументы. И в таком виде оно уже снова попадает в локейшн что-то точка PHP, поскольку здесь оно уже заканчивается на PHP и отправляется на PHP-FPM. Итак, эта страница была получена уже путем выполнения PHP-скрипта. Он проверил, что файлов с его настройками на файловой системе нет, и предлагает нам эту Вики настроить. Поскольку времени у нас осталось совсем чуть-чуть, я это сейчас выполню перед вами, а вы можете, например, если не успеете это сделать сейчас, попробовать сделать это дома. Ну и здесь для нас настроить в медиа-вики не самоцель, а мы всего лишь на этом примере учимся. Подробно разбирать этот движок в качестве примера мы будем на практике с группой фронтендов. Поэтому сейчас мы просто проверяем, что все хорошо. Жмем еще раз continue. И настраиваем базу данных. Да, действительно, подключаемся к колхосту. Ну, в крейт-датабейс мы создавали базу данных, называлась Вики. Назовем пользователь, который у нас назывался Вики, пароль мы ему тогда задали такой же. Что такое префикс? Это некий префикс к названию таблиц, которые будут создаваться в данной конкретной инсталляции. Возможно, вы будете иметь дело, например, с Shared Хостингом, на котором вам предоставят всего одну базу данных в MySQL, и вам нужно будет сделать там произвольное количество инстансов. Как же быть? Ведь в одной базе может быть только одна таблица с одним названием. Эту проблему можно решить использованием различных префиксов. В данном случае мы не будем сгореться, и сделаем просто тоже префикс Вики. В таком случае любая таблица, например, таблица Users, будет называться Вики Users. Это хорошая практика для подобных приложений, которые могут деплоиться в окружениях типа Shared Хостингов. Да, к базе данных подключиться удалось. Engine и на DB. Почему и на DB? Рассмотрим подробнее с группой DBA на практике. И кодировку TF8, ведь там может быть и кириллица. После этого выполняем установку, создаем административную учетку. С каким-то логином и произвольно выбранным вами паролем. И вписываем что-то произвольное, похожее на e-mail сюда. Мы же не будем этим действительностью пользоваться, это всего лишь мы делаем для того, чтобы научиться. И выполняем установку с параметрами по умолчанию. После установки оно предлагает взять и руками скачать файл local settings.php и под таким именем сохранить его в директории. Собственно, по наличию или отсутствию этого файла, оно понимает, была ли уже выполнена инсталляция MediaWiki или не было. Я его сейчас просто создам вручную и сохраню туда то, что у меня скачалось, и перейду на нашу вики. Вот, инсталляция закончена, можно приступать к работе. Видите, сколько мне пришлось выполнить ручных действий. Скачать торбол, потом прокликать мышкой, потом скачать себе файлы, его же содержимое положить на сервер. А как вы думаете, как можно было бы все это автоматизировать, например, если бы нам потребовалось разворачивать это на большом количестве хостов? Ну да, это один из вариантов. Что должен сделать скрит? Что, да, написано, как он будет работать? В get. А, в get. А если вдруг этот файл пропадет с сервера, который он был размещен, это же внешние ресурсы, его могут туда убрать. Этот ресурс может вообще быть недоступен. Да, можно сделать либо свой репозиторий, положить туда пакет, который будет содержать все эти скрипты и прочие содержимое движка, и этот файл local settings php, в котором будут указаны параметры подключения к нашей базе. Таким образом, установив один пакет, можно будет сразу все развернуть, не выполняя подобные действия вручную. Ну и сейчас наше время, в принципе, истекло. Те, кто у вас не успел доделать, могут доделать дома. И на следующее занятие будет посвящено методам хранения данных. А, то есть вы знали, что вы не делаете так, чтобы у нас менее… Сейчас на этом занятии домашнего задания нет. Это просто практическая работа. Которую мы разбирали, как устроен типичный веб-сервис на примере того, который мы сейчас развернули. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ